Всем привет! Надеюсь, вы готовы к хардкору, потому что сегодня будут трехстопочные и четырехстопочные флориши. Вот, два из них будут, значит, основаны на предыдущих элементах, поэтому я плейлист оставлю в описании. А третий уже будет очень такой довольно-таки сложный флориш, вот, и там будет небольшое такое новенькое движение. Ну а по всем по порядку. Ладно, давайте начинать. Первый флориш, который мы сегодня посмотрим, это дропзона. Вот так вот он выглядит, да? Можно так закончить. Вот, но в принципе флориш это основан на сибиле и вот таком вот броске, да? Это самое главное. Вот, давайте начинать, значит, еще раз. Все движения, которые здесь будут, практически все, вы уже, скорее всего, умеете делать из предыдущих роликов. Кто не умеет, я их не буду здесь объяснять, поэтому в этом смысл весь школа кардистри. То есть вы учите элемент, и вы его применяете уже в дальнейших флоришах. Поэтому, кто не умеет делать эти движения, возвращайтесь в предыдущие уроки и обучайтесь этим движением. Ссылочку на плейлист с этими уроками я оставлю в описании. Итак, погнали. Дропзона, флориш номер один, четырехстопочный. Значит, что мы делаем? Делаем вот такое движение, да? Вы его умеете делать. Затем это сибил, это сибил, движение сибила. Затем забираем отсюда. И после этого, как только мы дошли до такого момента, то есть, смотрите, как выглядит. Раз, два. Дошли до этого момента, мы забираем вот эту пачку. И нам нужно вот эту вот стопку, давайте, вот эту вот стопку нам нужно перевести наверх, вот сюда. Это непростое движение, я согласен, но, в принципе, ему научиться вполне выполнимо. То есть, что мы делаем? Мы просто переводим вот этими вот пальцами, переводим стопку наверх, вот сюда. Вот таким вот движением, да? Вот берем и переводим. То есть, как это выглядит в скупе с флоришем. Раз, два. И мы ее переводим наверх. Далее, в левой руке мы делаем революшн кат. А в правой руке, в принципе, простое движение. Нам нужно вот, смотрите, мы стопку, значит, захватили вот в такое положение, да? И нам нужно ее слегка подтолкнуть. Подтолкнуть, значит, вот этим пальцем. Подталкиваем вот так вот, чтобы она коснулась большого пальца. Далее, мы помещаем указательный палец сюда. В левой руке мы делаем революшн кат. А указательный палец, значит, помещаем сюда. И нам нужно сделать такое вот движение. Как бы вверх и вперед. Вот такое круговое, как бы, движение. И что это дает нам? Мы просто выпускаем эту стопку. Она соскальзывает с этой стопки и начинает кружиться и падает сюда. Еще раз. Раз, два. Подтолкнули. Революшн кат. И затем мы вот эту вот стопку, вот эту, мы просто вот таким вот движением выводим. Я сейчас не могу показать вам прям четко, потому что у меня камера слишком низко стоит. Я могу ударить. Ну, давайте попробуем. Нет, все равно боюсь. Потому что если камера ударится, все закончится очень быстро. Революшн кат. Выталкиваем. И стопка падает вот сюда. Далее можно уже скреативить. Например, сделать движение из предыдущих уроков. Затем очередное движение из предыдущих уроков. Еще один революшн кат. А здесь просто закрутить и положить. То есть, теперь давайте по порядку. Раз, два. Так. Революшн кат. Стопку. У меня сейчас криво получается, потому что у меня камера стоит очень близко. Революшн кат. Кинули стопку. Затем эту закружили. Положили сюда. Например, так. И закрыть. Вот. Это как вариант. Вообще, закончить этот флориш есть масса вариантов. Значит, несколько десятков, наверное, можно насчитать. Разных комбинаций, как закончить этот флориш. Но вы можете делать, как вам удобнее. Это была дроп зона. Флориш очень крутой. Основан на Сибири. Погнали дальше. Следующий флориш это гибрид. Это гибрид многих флоришей. То есть, с этим флоришем можно извращаться, как вам душе угодно. Например, я не знаю. Ну, давайте вот такую вот комбинацию сделаем. Раз, два, три. Вот. Например, такая комбинация. Одна из моих любимых. Здесь очень много элементов. Но. Значит. Я покажу вам всего один. То есть, вот такой вот вариант я вам покажу. Давайте переходить к обучению. Во-первых, я не буду здесь обучать кикфлипу, потому что это очень сложный элемент. И этому надо посвятить, наверное, отдельный урок. Но мы будем использовать скейтер кат из предыдущих уроков. Значит, что мы делаем? Держим колоду в таком положении. Далее. Скейтер кат. Выводим стопку. Выводим стопку вперед. Я вам рекомендую учиться выводить эту стопку уже не, как сказать-то, не вот таким вот образом, чтобы было... Вот палец, видите, смотрите. Так, давайте. Вот палец, чтобы был не вот здесь вот, да, как вы его сейчас видите, а чтобы он был на углу. Это вам поможет в будущем научиться кикфлипу, да, чтобы бить вот этим пальцем по этой стопке. Поэтому мы выводим стопку не вот на этой части, а уже на, как так сказать, на кончике нашего среднего пальца. Это поможет в будущем научиться делать кикфлип. Значит, смотрите. Выводим стопку. Скейтер кат делаем. Мы его уже умеем делать. Кто не умеет, возвращайтесь в предыдущие уроки в плейлист. Значит, выводим стопку. Затем выводим обратно. И далее движение легкое, в принципе. Мы помещаем палец сюда, а вот эту вот стопку мы выводим отсюда сюда. Дальше, следующее движение. Нам нужно сделать сисор скат в левой руке, а вот эту стопку, вот эту вот, мы ее просто расслабляем и делаем сисор скат в левой руке. В тот же самый момент мы в этой руке помещаем пальцы средний и большой сюда, да, и начинаем закручивать стопку. Это, по-моему, второй урок, если не ошибаюсь. Вот таким вот образом закручиваем. Кладем сюда. И разделяем вот эту стопку на две части. Таким вот образом. Затем делаем революшн кат или, не знаю, воль шарли в левой руке. И просто закидываем. Все. Это движение вы тоже умеете делать из предыдущих уроков. Просто берем и закидываем. Значит, еще раз давайте. Вывели. Обратно. Вывели. Сисор скат. Закрутили. Положили. Разделили. Революшн кат, например, в левой руке. И вот эту стопку мы закидываем. У меня колода новая, поэтому карты слетают иногда по одной. Это нормально. Значит, смотрите. Вывели. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, она даже не скользит, потому что карты еще плоские. Я только что колоду открыл, не обращайте внимания. Ладно. Это был вот такой вот элемент. Это вы все умеете делать. Поэтому, если вы освоили предыдущие уроки, то этот элемент вам не составит труда освоить так же. Итак, третий заключительный элемент. Это уже сложный элемент. И здесь для вас будет новое движение. Это молекула 3. Это молекула 3. Длинная колоду даже не обкатал перед началом видео. Ну, ладно. Значит, смотрите. Что мы делаем? Это очень плавный, очень крутой, очень красивый флориш. Все, кому я его показываю, все удивляются, что это очень и очень красивый флориш. А предусловие, что вы делаете его правильно и плавно и на скорости. Значит, смотрите. Держим колоду в таком положении. Затем мы делаем как бы Z-grip. Вы умеете это делать уже. Мы делаем Z-grip. Разделяем стопку. И начинается движуха. В левой руке мы делаем вольт-шарле. Вот таким вот движением. А в правой мы перекручиваем стопку до такого положения. Разделили. Раз, два. Все. Я здесь не буду останавливаться. Вы это умеете делать. Значит, затем начинается сложное. Мы кладем наш вот этот вот, вот этот вот безымянный палец под низ вот этой стопки. Видите? А средний помещаете наверх. То есть, раз, поместили наверх. Что происходит дальше? Дальше происходят два действия. В этой руке мы делаем движение, которое уже все из вас умеют делать. Мы просто перекручиваем стопку. Вот таким вот образом. И затем кладем. Да? То есть, смотрите, что происходит в правой руке. Вот такое действие. Еще раз, медленно. Чтобы потом не останавливаться на этом. Перекрутили. Обратно. И положили. Это будет происходить в правой руке. Что происходит в левой руке? В левой руке происходит очень сложное движение. Помещаем средний палец сюда. И начинаем. По сути, это движение простое, если уметь правильно, значит, иметь натренированные правильные пальцы. Смотрите. Вот эта стопка, она сейчас между вот этими двумя пальцами. Все, что нам нужно сделать, это вот этим пальцем толкнуть туда, а вот этим туда. То есть, они как бы манипулируют стопкой и крутят ее. Вот до такого положения делаем. Затем мы расслабляем, она падает. А дальше уже дело за малым. Мы просто берем большим пальцем и вот этим пальцем мы просто хватаем как бы стопку. Видите? Она держится на двух пальцах сейчас. Хватаем и выводим вот таким вот образом. То есть, смотрите, по факту, по факту, что происходит? Раз, два. Смотрите, еще раз. Раз, два. И на скорости как это выглядит, да? Опс, давайте еще раз. Блин, колода скользкая, очень скользкая колода. Раз, два. Вот что происходит в левой руке. Значит, мы помещаем, значит, нашу стопку между двумя пальцами и вращаем. Вращаем раз и вращаем два. Все, это происходит в левой руке. Теперь в скупе, что происходит вместе. Значит, смотрите. Раз, два, три, четыре. Вот на скорости, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это молекула 3. Шаг за шагом делайте, как я говорю, и у вас все получится со временем. Вот этот флориш, он уже сложный. И чтобы его оточить, понадобится время. Поэтому сразу не надейтесь, что у вас сразу что-то получится. На это нужна практика, на это нужно время. И на это нужно, вот, так сказать, иметь натренированные вот эти пальцы. Вот и все. То, что вот этим пальцем и мизинцем мало кто умеет управлять. Вот такие вот флориши были. Они все эффектные, все крутые, все скоростные. Вот. И они основаны на предыдущих элементах. Поэтому учите предыдущие элементы. И эти вы выучите на изи. Особенно первые два. На этом все. До встречи в следующих роликах. И в следующем ролике, наверное, возьмем какие-нибудь уже усложненные, одноручные каты. С какими-нибудь очень крутыми элементами. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И обязательно жмите на колокольчик. Вот. До встречи в следующих роликах. И тренируйтесь.